Здравствуйте друзья, в этом видео мы с вами поговорим о системе управления умным домом Mi Home, которая объединяет в себя не только устройства материнского бренда Xiaomi, но и многих других производителей входящих в эту экосистему. Для взаимодействия различных устройств друг с другом существуют специальные логические конструкции, которые называются автоматизациями. По сути это алгоритмы, которые описывают работу умного дома. В зависимости от того, как они составлены и какие устройства в них задействованы, автоматизации могут иметь различные режимы запуска, в некоторых случаях требующих связи с облачными сервисами. Устройство показанное в видео Xiaomi Gateway 4, заявлено как домашний центр управления, предназначенный для того, чтобы автоматизации выполнялись локально. Так ли это рассмотрим на практике. А перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Общей особенностью всех устройств умного дома является то, что ими можно управлять. Поэтому они оснащены интерфейсами, которые объединяют их в единую систему. Чаще всего используются беспроводные протоколы Wi-Fi, Bluetooth, Mesh, ZigBee. И если Wi-Fi устройства сразу подключаются в вашу домашнюю сеть, то для ZigBee и Bluetooth нужны так называемые шлюзы. Шлюз, кроме стандартного интерфейса типа Wi-Fi или Ethernet, с помощью которых он подключается в локальную сеть, имеет один или несколько беспроводных, из числа тех, что я только что упомянул, для того чтобы взаимодействовать с различными датчиками, сенсорами, реле-выключателями, где используются эти протоколы. Любое из этих устройств может быть применено в автоматизациях, либо как триггер или условие для ее срабатывания, либо как действие, результат. Например, событие движения от датчика будет триггером о включении света результата. В автоматизациях Mi Home возможны два режима работы. LAN, то есть локальный. Для работы таких автоматизаций не нужен доступ к интернету, они работают быстро. И клауд, облачная. Эти автоматизации требуют доступа к облаку, они медленнее и без интернет не работают. Режим работы определяется тем, какие устройства и условия в них задействованы. Это примеры простых автоматизаций, работающих локально. Первая переключает один из каналов реле по нажатию на кнопку. И кнопка и реле работают по ZigBee и подключены к одному и тому же шлюзу. Поэтому для ее срабатывания не нужен ни интернет, ни даже домашний роутер. Во второй автоматизации тоже два ZigBee устройства, но тут кнопка и розетка работают через разные шлюзы. Интернет ей не нужен, но уже есть зависимость от локальной сети. Третья автоматизация имеет перечень из трех последовательно выполняемых действий. Включение лампочки, задержка и выключение. Она тоже работает локально. Надо отдать должное системе Mi Home, большинство создаваемых вами автоматизаций будут работать в локальном режиме. В этом примере в качестве действий устройства работающие по Wi-Fi. LED-лента, робот-пылесос и настольный светильник. Они подключены напрямую в домашнюю сеть, а управляют ими ZigBee устройство подключенное через шлюз. Тем не менее все эти автоматизации тоже работают локально. А вот эти автоматизации имеют режим работы облака. В первой Bluetooth датчик температуры управляет включением Wi-Fi розетки, во второй еще один Bluetooth сенсор работает с Wi-Fi увлажнителем воздуха. Третья автоматизация напоминает те, что я только что показывал. В качестве триггера ZigBee датчик вибрации о действии включения Wi-Fi лампочки. Отличие в том, что тут к триггеру добавлено еще условие, темнота. Она определяется датчиком освещенности на одном из старых шлюзов Xiaomi. Вот еще примеры облачных автоматизаций. В первой участвуют только Wi-Fi устройства, детектор качества и очиститель воздуха. Во второй в качестве триггера планировщик, которым задаются время и дни срабатывания. А третье это просто уведомление о событии, в данном случае запуске робота-пылесоса. Правда такая автоматизация в любом случае должна зависеть от облака, иначе как она сможет отправлять уведомления. Некоторое время назад в экосистеме Mi Home появилось устройство, заявленное как центр для домашних автоматизаций, задачу которого входит обеспечение запуска автоматизаций в условиях некорректной работы внешней сети, то есть переход в локальный режим работы. Этим устройством является Xiaomi Gateway 4, средство на который собрали подписчики моего телеграм-канала, ссылка в описании на платформе BuyMeCoffee. Поставляется устройство в белой экосистемной коробке с оранжевым логотипом Xiaomi и фотографией шлюза на передней стороне. Эта версия для китайского рынка. Об этом свидетельствует множество надписей и иероглифами. Из основных параметров хочу отметить наличие двухдиапазонного Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц и проводной порт Ethernet. Из беспроводных тут только Bluetooth BLE mesh, ZigBee нет. Хотя чисто технически ничего не мешало его сюда поставить, проблема в том, что в таком случае, другое недавно вышедшее устройство Xiaomi Hub 2, ссылку на видео про него я оставил в описании, осталось бы не удел. А так производитель по сути вынуждает покупать этот шлюз для автоматизации, а тот для ZigBee. Bluetooth же есть у обоих. В комплекте поставки нашелся сам шлюз, плоский сетевой Ethernet кабель и блок питания с плоской вилкой. Переходник для европейской розетки в посылку кладет магазин. С блоком питания решили не облегчать жизнь пользователям как это было с Hub 2, там напомню использовался стандартный разъем USB-C. А в Gateway 4 используется блок на 12 вольт с круглым штекером. Думаю что никаких проблем питать его по USB тоже не было. Как и Hub 2, этот шлюз имеет квадратную форму, только выполнен из черного пластика. Лично мне так больше всего и нравится, если сравнивать с круглыми шлюзами прошлых версий. На фронтальной стороне находится светодиод активности. Сзади кнопка сброса, круглый разъем для блока питания и сетевой порт. Я рекомендую стараться использовать именно проводное подключение для таких устройств как шлюзы, мини серверы и прочее, оно более стабильное и надежное. А для датчиков, розеток, выключателей, светильников более чем достаточно и беспроводных интерфейсов. После включения в сеть я использовал проводное подключение, запускаем приложение Mi Home, которое обнаруживает новое устройство. С Wi-Fi будет примерно так же, только надо указать свою сеть. Далее происходит обмен данными и шлюз подключается в локальную сеть. Выбираем локацию расположения шлюза, название и процесс завершается. Запускается плагин устройства, кстати очень похожий на тот что используется у уже упомянутого Hub 2. Сразу прилетело обновление прошивки. Я всегда провожу тесты на последней актуальной версии, на дату выхода видео это 2.0.0.0.39. В центре плагина находится круглое окошко с уведомлением о качестве сети. Кликнув на него попадаем на страницу расширенной информации. Как я и сказал, я использую проводное подключение. А вот чуть ниже, над списком дочерних устройств шлюза, появилось уведомление о том, что шлюз поддерживает только автоматизации версии 2.0 и существующие автоматизации сценарии надо обновить. У меня немного автоматизации в Mi Home, так как я использую Home Assistant. Практически все из 14 доступных я создал специально для этого обзора. По умолчанию выбираются все автоматизации, если по какой-то причине какую-то из автоматизации вы не хотите обновлять, то нужно снять с нее отметку. Я запустил обновление на все. На последней странице приложения, профиль, есть меню домашней сети. В нем отображается статус сети и возможность локального контроля. Для этого необходим один из терминалов, это устройство с экранами или Xiaomi Gateway 4, возле которого появилась отметка в наличии. Давайте теперь рассмотрим, как выглядят автоматизации 2.0 после добавления Xiaomi Gateway 4. Триггер это событие, которое приводит к запуску автоматизации. Тут может быть устройство, планировщик по времени или погодные условия. При выборе устройства открывается их список. Выбрав из списка нужное и кликнув на нем, мы попадаем в перечень тех событий, которые могут служить триггером автоматизации. В примере изменения различных показателей воздуха. Нужно понимать, что автоматизация сработает именно в момент перехода, в этом случае, когда значение PM2.5 было меньше 125, а стало больше. Если оно уже больше этого значения, то автоматизация не сработает. После триггера, можно добавить для него условия. И может быть состояние какого-то устройства или погода. При добавлении условия, автоматизация запустится только тогда, когда триггер сработает и условия будет выполняться. При выборе устройства, тут также открывается их список. Для примера, я выбрал состояние датчика освещенности в темноте. И наконец действие, это то, что автоматизация сделает, когда сработает триггер и будет выполняться условие. Здесь можно выбрать устройство, запуск задержки например если действий несколько, уведомление или запуск ранее созданного сценария. В данном примере запуск очистителя воздуха. Созданные автоматизации отображаются в виде списка, справа от каждой из них есть переключатель, который позволит отключить работу автоматизации без ее удаления. Автоматизации можно редактировать, добавлять и удалять устройства, дополнительные условия и действия. Внизу есть время активности автоматизации, по умолчанию весь день, но можно выбрать только определенный интервал. В самом нижнем меню дополнительных настроек, можно увидеть режим ее запуска. Из тех автоматизаций, что я сделал и показал в первой части этого видео, все, которые имели локальный режим работы его и сохранили. Из тех, что имели режим запуска облака, в локальный перешли только две, там где триггером являлись Bluetooth датчики, а действием Wi-Fi устройства. Я понимал, что автоматизация с уведомлением о старте работы робота-пылесоса останется облачной. Не сильно надеялся и на то что работало по планировщику. Но полагал, что автоматизация с Wi-Fi устройствами и с дополнительным условием тоже станут локальными, но нет, они так и остались облачными. Для теста я сделал еще пару автоматизаций. Слева автоматизация по значению датчика температуры Wi-Fi очистителя воздуха, должна включать Wi-Fi удлинитель, режим облачный. Запуск робота-пылесоса, включающий на некоторое время лампочку в центре, тоже облачный. Автоматизация полностью аналогичная первой, только температура берется с Bluetooth датчика, уже локальная. Хотя без этого шлюза в первой версии автоматизации тоже была облачной. По результатам тестов можно сказать, что шлюз действительно переводит автоматизацию в локальный режим, но не все, как это можно было понять из описания, только некоторые. Те в которых участвуют только Wi-Fi устройства, остаются облачными и в первой и во второй версии автоматизации. Из того что я увидел, локальными стали те, где использовались Bluetooth устройства. Также есть сомнения в локальной работе автоматизации, где присутствуют дополнительные условия. Если бы в этом шлюзе был Zigbee, то можно было бы его однозначно рекомендовать к покупке и для подключения устройств как центра автоматизации. Но так как Zigbee тут нет, он имеет смысл только в том случае, если вы ориентируетесь на использование Bluetooth в том числе межустройств. Кстати, для экосистемы Mi Home их сейчас довольно много. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новое видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления о премьерах. В описании под видео вы найдете ссылки на устройства показанные и упомянутые в обзоре, на видео по этой теме, а также на мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok